Музыка Ну давай, переверни себе нагло. Вот вы видите, чё? Вот так. А начну я сегодня с поздравления Оксане. Оксаночка, девочка моя, с днём рождения тебя! Вот дай Бог тебе всего-всего того, чего ты хочешь в жизни. Ты такой замечательный человек. Я тебя очень люблю. Хоть мы и видимся редко, но я читаю постоянно твои комментарии. Оксаночка, здоровья тебе, мужу, сыну, всем твоим близким и друзьям. Счастья, обыкновенного женского счастья. Денег побольше. Без этого-то никак. В общем, всего-всего тебе хорошего. И что тебе хочу сказать, моя дорогая. Ты посмотри, может, тебе что понравилось вот из нового, после нового года. Напиши мне, я тебе с огромным удовольствием подарю, потому что я вот подумала, посмотрела, ну, не знаю, вот что тебе может понравиться. Или скажи, какого цвета я тебе сделаю сатуар. Ты любишь длинные бусы? Так что поздравляю тебя, моя дорогая, и всего-всего тебе замечательного в жизни. Пусть все беды обойдут тебя стороной. Всё, я тебя очень люблю, целую и обнимаю. Доброе утро, мои дорогие. Льёт и льёт. Вот такая зима. Вот надо убирать вот это вот, что я недоубирала. Все эти листья. Ну, а куда она льёт с неба? А почему-то, когда сухо, другие дела находятся. Грустно, мрачно. Ну, а порадовал Серёжа. Ну, Серёжа, друг мой, Маринин муж, Августера какого, прислал мне видео птенчиков. Слушайте, вот за три дня они прям видно, как они растут. Обалдеть! Он мне говорит, ну, давай, приезжай. Сейчас перепёлочек пожарим. Ой, а то не знают, что я их есть не буду. Смеётся надо мной. Мне так они нравятся, но когда живые. Я вот почему и не завожу сама, ни от лени, ни от девчонки. просто я себя знаю. Нам когда раньше советовали завести курочек, Алинка смеялась, говорит, мамка ходит, старая ворчит, а тут ещё и куры будут ходить ворчать старые, потому что убивать их никто не будет, а если даже кто-то убьёт, то есть мы их точно не будем. Я не могу так. Я вот помню, в Мурманске в 90-е годы ловили крабов зимой. И у меня была целая ванна крабов. Ну, что, потом я их сварила, а есть я их так и не смогла. Я даже раков не могу есть, если я их сама варила. Поэтому очень люблю этих птушечков маленьких, люблю на них смотреть, прям радоваться, как они растут. Но есть и убивать. Не-не-не. Не. Это не моё. Ну, что, а я уже вот с утра тут кое-что доделала, что-то вчера сделала. Сейчас вам покажу. Да, мои хорошие, спасибо вам огромное за комментарии. Спасибо, мои дорогие. И ещё раз хочу обратиться к Ираиде Офицыной. Не знаю, правильно, Офицыной или, может, как-то ударение. Адрес мне напишите свой, пожалуйста. Если у вас нет WhatsApp или Viber, напишите мне СМС-ку на телефон, чтобы я могла собрать всё и за один раз на почте отправить. Вот не успела выйти на минутку на улицу. захожу, уже со стола спёр силикон и грызёт. Вот теперь вот пришлось отрезать. Ой, не могу, это какой-то вот вредитель, вредитель. Причём, ну, абсолютно ему по барабану. Он вот куда залезет, то и хоть его тапком, да хоть чем угодно ему по барабану. Он делает своё дело и всё. Нет, будет на улице у меня теперь гулять нафиг. На улице тепло, он уже большой стал, нечего. Постоянно вот один урон от него, но вредитель лежит, вылизывается. Цветут. Ну, а чё, по ночам плюс шесть, плюс восемь, и днём где-то так вот восемь, девять, а то и десять цветут лапуськи мои. Здорово. Вот любопытный, вот любопытный. Вот что осталось от моей сливы. Я поставила этот вазон, вот этот вазон, мои дорогие. Ну, давай, переверни себе нагло. Вот вы видите, чё? Вот так. Вот видите, что он творит? Прямо на глазах. Я только хотела сказать, что это звезда моего творчества. Вот видео про этот вазон посмотрели больше семьсот тысяч человек. Вот он взял и вот вмятина. Ой, не могу. А ведь у меня там что-то было посажено. Я правда не помню, что. Вот так вот. Ой, это не кот, это какое-то наказание господнее. Так, вот эти вот вчера не отпилили, надо будет мне всё вот это посрезать. ну ладно, Бог даст, к весне разберёмся, разберёмся, уберёмся, почистим. Ну вот, ну надо, ну вот что вот это за животное? Ой. Всё хочу сделать лисички, грибы. И всё, никак руки не доходят. Ну и цемента нет белого. когда будет неизвестно. Ну что, мои дорогие, доделала я вот эту красоту янтарную. Ну у меня правда забронировала Лариса Артамонова, но не знаю, вдруг ей может быть не понравится. Ну в общем, ладно, я вам потом скажу. Никак вот надо девчонки не могу придумать, чем это дело перетянуть. У меня не хватает терпения каждый раз чистить всё это. Ну вот, в общем, сделала, короче говоря. Это просто всё вот так висит с янтарной крошечкой. И сделала вот такое украшение изометиста. Центром у меня оказалась вот эта муха с жемчугом. Вот, когда я её покупала в Москве на этом рынке садовод, я же такая торопыга, я же это самое прям схватила и не поглядела. Я думала, это брошка, а это оказался пин. Ну, да, такие брошечки на иголочке. Вот. Ну и, короче говоря, пришлось мне приклеить на вот этот вот, господи, как сказать-то, коннектор из флюорита. Вот. Ну и, естественно, раз тут брюшка у неё под жемчуг, то я добавила и жемчуга ещё немножко. Вот. Ну и тут флюорит у меня разных цветов. Есть светлый, есть вот такой тёмный, бусины все разные абсолютно по форме, какие у меня были. Ой, ужас, ужас, ужас. Пыльнющая. Вот. И вот получилось вот такое украшение. Я даже замок не делала, потому что вот до само украшения, до вот этого, до этой мухи 70 сантиметров оно прекрасно на голову одевается. Вот. Так что вот такое вот аметистовое чудо получилось с флюоритом. ой, мои дорогие, ещё 33 подписчика и будет розыгрыш. Ну, подпишитесь, пожалуйста. для меня ведь это очень важно, мои хорошие. Иначе же никак не продвинуться. Пожалуйста. И ещё очень прошу, ставьте лайки. Лайки это такое дело, тоже продвигает видео на ютубе. Ну, комментарии и лайки, это же вот, знаете, как показатель того, что я не зря работаю. Пожалуйста. Вам ведь ничего не стоит поставить лайк или комментарий написать. А для меня очень важно. Ой, ну, хоть дождик успокоился. Ой, девчонки, у меня прям радость-то какая. Откликнулась и Раида, которая выиграла из Гелиотиса комплект. Позвонила мне девчонки. Я не знаю, сколько бы болтали. Ой, вот такое ощущение, как будто я ее всю жизнь знаю. Надо же. И еще одно. У нее голос один в один, как у Лены Баттл. Я даже сначала подумала, что это Лена мне звонит по какому-то другому телефону. Надо же, вот бывают же настолько похожи голоса. И она, главное, и Раида, сама это заметила, что у них голос похож с Леной. Так что очень приятно. Прям болтали от души. Так здорово. Ну, ладно, значит, завтра я еду на почту. Если досохнет, у меня коробочка Танюши. ну, должна высохнуть. Ой, хорошо, прям ветра сильного нет. Дождик прекратился. Так что, пойти поубирать, что ли, вот это дерьмо все? Так, сейчас подумаю. А мне сегодня позвонила менеджер из СДЭКа. Ну, вот СДЭК я отправляю посылки там из Питера и отсюда отправляла. И вот она мне, значит, предлагает договор заключить. Я ей сказала, что делаю украшения. Она говорит, а у нас же есть СДЭК-маркет. А я не знала. И вот я, значит, залезла туда и чего там только нет. Ну, я посмотрела и украшения там. но украшения такие обычные. Вот. И вот нашла индийские товары. Всякие разные. Так что, кто не видел, посмотрите. Интересно. Вот сижу, листаю. У меня пока все сохнет, что я сегодня понаклеила. я смотрю. Вот. Коробочку вот такую вот поклеила. Но еще не всю. И залипла. Прям залипла. Ну, интересно. Вот думаю. Ну, это надо, я с Сашей поговорю, как нам заключить договор. Посмотрим. Ну, интересно. Можно прям им туда украшения и поставлять. она говорит, что там у них проходимость большая, много смотрят люди. Ну, вот и вечер, мои дорогие. Туман какой-то опустился. Туман прям видно. Но тепло, тихо. Красота. Тихо так. Машина где-то едет. Читала комментарии последнего видео. Я, мои хорошие, уважаю ваше мнение. Уважаю. Но иногда по комментарию видно, что человек-то вообще не в курсе, а смотрит новости по телевизору. Ну, естественно, что там в новостях скажут-то честного. Поэтому у людей мнение сложилось такое. ну, что я могу посоветовать? Не смотрите телевизор. Я его уже давным-давно не смотрю. И хочу вам сказать, жизнь стала только лучше от этого. Такого количества негатива и дерьма, вранья, просто лжи прям вот на голубом глазу, что лепят они там. Ну, это смотреть себя не уважать. Сейчас достаточно других каналов информации. Ну, кому-то нравится. Ну, что сделать? Нравится? Смотрите. Ну, ладно, а я пойду уже, наверное, отдыхать. Ну, не спать, а... У меня отдых дело такое интересное. Если я целый день что-то ковыряюсь, там сижу, напрягаю глаза свои с украшениями, ну, или с чем? с декором там, то когда я от этого освобождаюсь, я одеваю очки поменьше, чтобы не так зрение напрягать. Ну, и чисто так. Там приберу, там приберу, там сложу, что за день нараскладывала, куда не надо. Что ещё Маська не успел погрызть. И потом такая умиротворённая вечером ложусь, включаю какой-нибудь... Так, что это за грохот? Коты лазят. Вот, включаю какой-нибудь сериал, но не про любовь, и не каких-то сватов, и не... включаю, лежу, смотрю, и с тем-то и засыпаю. Стараюсь так, потому что если я просто ложусь спать, то я потом не усну. Лезут мысли, начинаешь себя накручивать, вот, поэтому я включаю прям так на тихий-тихий звук, чтобы отвлекало от мыслей. Ну, и лежу, смотрю, смотрю и усну, потому что в основном они такие монотонные все. Ну, не будешь же смотреть ночью со стрельбой, правда? С какой-нибудь расшлиненкой так вообще не уснешь. А вот такой какой-нибудь вот они бу-бу-бу-бу-бу-бу и все. Господи, как спалось в молодости, а? Ну, вы ж помните, до подушки и все, и вырубился. Ну, что сделаешь? Это расплата. Почему я когда у детей нахожусь там, или у сына, у Саши, да и Алинку я никогда не будила, я все время с пониманием к этому отношусь. Думаю, спите, пока спится. Как моя бабушка говорила, да, что малые дети спать не дают, с большими сама не уснешь. Поэтому я так к этому отношусь, стараюсь их не будить никогда, если спят, пускай спят, пока спится. Ну, что, мои золотые, что-то у меня фонарь вон там моргает. Постоянно что-нибудь моргает, сгорает, не пойми ничего. Вот. Что, мои рыбочки, давайте вам хорошего вам вечера, спокойной ночи. Пусть у вас все будет хорошо. Я уже вот столько вам это говорю, столько вам желаю этого. Мне кажется, уже просто все мои подписчики и подписчицы должны быть здоровые, веселые, такие энергичные. Ну, очень бы хотелось. Ой, прям такая тишина. Вообще. Где это там далеко собака лает? вот я когда отсюда говорю от Алинкиного дома, вот с этой террасой, с верандой, не знаю, как она называется, то, видимо, за забором не слышит вот тот пёс, который вот там, вон там крышу видно, который всегда страшно орёт. А вот когда я у своего дома, вот там вот на крыльце говорю, это выше забора, и он сразу же слышит и сразу начинает орать. А сейчас прям тишина. Ладно, мои зайки, спасибо вам, что вы со мной, что смотрите. Спасибо, мои дорогие. Пусть всё у нас, у всех будет замечательно. Всё, мои хорошие. Спокойной ночи всем. Всем завтра проснуться весёлыми, энергичными, здоровыми. А я завтра на почту. Всё, мои зайки. Давайте пока-пока. пока. Пошла я к своему массе, к хулигану. Пока-пока. Субтитры 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 Субтитры